И снова здравствуйте, всем привет! Итак, давно хочу сделать сковородку, значит, со всякими там яичницами, рыбой жареной. Ну, мало ли, где-то в проекте пригодится. Давайте заготовим эту штуку. Так, первым делом сделаем зебраш, а потом сделаем блендер, да? Так, ну погнали. Значит, у нас присутствует какая штука? Нам нужен будет цилиндр. Вытягиваем цилиндр, edit, делаем его активным и, значит, заходим вот в эту функцию. Давно я тут не лазил. Нет, не install, stellar. Сейчас не импорт. Пардонки. Так, а ну-ка. А! Я в чём ошибся? Значит, ctrl-n, убираем edit, делаем ctrl-n и выберем, значит, ещё раз вот этот цилиндр, вытянем его. И не будем делать его активным, а просто зайдём в install, вот этот. У меня с английским вообще, так что пардоньте. Так, нам нужно сделать поменьше ему, значит, толщину. Где-то пусть будет такая штука. Потом нужно будет уменьшить ему полигонов, да? Ну, чтоб не квадратная она была, но как бы нормальная, да? Так, теперь в обратную сторону гнём. Так, где она тут? Ну, пусть вот так будет. В эту сторону сделаю. И потом, значит, выборку тоже, стенки сделаю, уберу вот эту внутренность. Так, теперь что? Ну, в принципе, всё. Ну, как бы можно ещё, наверное, толщину прибавить. И вот такая получается заготовка, значит, для сковородки. Теперь делаем make polymesh. Это сделаем активным. И что делаем? Включаем флур. Вот так вот. Так, пока флур пусть в таком находится положении, нужно сделать этой сковородке динамэш, добавить полигонаж, да? Давайте побольше сделаем. Динамэш, 192 тысячи. Теперь делаем дубликат вот этой всей штуки. И, значит, нижнюю вот эту сковородку поставим на вычитание. Делаем прозрачность. Так, убираем эту сковородку вот в такое положение. Можно даже немножко там где-то уменьшить её. Смотрим, чтобы стенки слишком не были тонкие и толстые. И чтобы у нас было, значит, вот этот зазор хороший по бокам. Иначе потом будет всё это дело рваться и будет очень плохо. Так, ладно, есть такое дело. Переключаемся на верхний mesh. Делаем ему, значит, объединение Merged Down. И Ctrl снимаем, значит, маску на рабочем столе. Вот у нас получилась сковородка. Да, возможно, толстоватая. Так, стенки... Ну, как бы прикольно будет и с такими стенками. Ну, наверное, слишком толстыми. Значит, делаем Ctrl-Z. Ctrl-Z. И делаем по новой теперь дубликат. И повторяем всё по новой. Так, раз. Опускаем. Смотрим. Ну, вот у такие стенки уже, как бы, возможно, будет лучше. Опять же ставим на вычитание. На верхний Subtool переключаемся. Делаем Merged Down. Ок. И Ctrl. Левая кнопка мыши. Снимаем маску. Ну, вот такая сковородка уже будет, наверное, получше. Так, добавляем Open. Добавляем Mesh. Добавляем Cube. Оп. Уже прозрачность можно отключить. И теперь, значит, Alt-Левая кнопка мыши можно переключиться, нажав левую кнопку мыши на Mesh. Или, значит, вот здесь вот, верхний, вот, в боковой панели. Так. Делаем всему этому. Оп. Уменьшаем толщину сковородочной ручки. Так, теперь, значит, уменьшаем её тут. Перегоняем куда-нибудь вот сюда. Подгоняем. Возможно, её тут ещё, как бы, подсогнуть. Сейчас всё это дело сделаем. Ну, как бы, вот такое моделирование. И потом покажу, как сковородку в блендер сделать. И любой метод можно будет выбрать. Так, значит, ещё её уменьшим. Ну, слишком, чтобы тонкая не была. Ну, чтобы прикольно под руку, чтобы там персонаж это всё дело брал. Так, теперь, что у нас есть? Нам нужно теперь сделать вот эту форму. Вот этой ручки. Заходим в Moff Topology. Смотрим, если X-симметрия будет включена, то тут её... А, вот она. Кстати, нормально. Попал я. Так. И вот здесь мы немножко всё это дело растянем. Потом, ну, можно вот так и оставить. В принципе, прикольно. Смотрим, чтобы все полигоны потянулись. Потому что, бывает, нижние вот эти, как бы, одни тянутся, одни нет. Надо все тянуть вместе, разом. И, возможно, даже где-то вот здесь вот так сделать. Так. И вот за что я говорил, что и нижний полигон тоже нужно подтянуть, чтобы ровно всё это дело шло. Так. И поприкольнее, чтобы это всё дело было, нужно, как бы, чуть-чуть это всё дело подзадрать. Вот так вот. Так. Сразу делаем загиб вот этой части. Маскируем её. Делаем Ctrl-I. И теперь с помощью транспоза Alt-левая кнопка мыши можно переводить. И здесь уже с ней работать, да? Вот так вот. Так. Теперь выбираем всю ручку. Можно её немножко приподнять, подогнать. И, значит, теперь Moff Topology, чтобы прикольно было, оп. Заведём её в сковородку с двух сторон, чтобы она была потом. Вот так. Одни полигоны сюда потянуть, одни к верху. Вот так вот. Ну, в принципе, сейчас всё это дело подкорректируем. Откорректируем. Так. Теперь всему этому нужно сделать. В геометре делаем Dynamesh. Вот такая заготовка получилась. Так. Даже прикольненько. Так. Теперь добавляем Clay Buildup. Ставим на двоечку. И где-то докидаем массы. Так. Видите, что здесь вдавливается с другой стороны? Это не есть Good. Значит, заходим в Brush и ставим автомаскинг Buckface Mask. Вот так всё это дело теперь мы здесь можем дорабатывать. И не будут следующие полигоны с другой стороны, где вот эти на себя тянуть. Так. Делаем Dynamesh. Всё это дело выглаживаем обязательно. Так. Поправляем, где у нас вмятости. Как бы скульпт никто не отменял, да? Так. Всё выглаживаем. Делаем аккуратненько. Где-то через Alt можно что-то вдуть. Где-то что-то закрыть. Если у вас какое-то отверстие появилось, значит, в сковородке. Вот так, наподобие такого. То добавляем массы. И Control. Опять же, всё это аккуратненько, аккуратненько всё заполняем. Вот. Так. Ну, в принципе... В принципе, ещё можно чуть-чуть Alt поработать. Сделать потоньше где-то что-то. Но в тополочи можно поставить и уже какую-то форму ещё дополнительную придать. Где-то что-то поднадуть таким вот образом. Ну вот. Так. Есть такое дело. Так. Всё, что нужно выгладить, сразу выглаживаем. Так. Так. Теперь нам нужно отверстие сделать здесь в ручке. Это вообще не проблема. Добавляем Open. Добавляем. Давайте. Цилиндр. Выбираем Alt. Левая кнопка мыши. Цилиндр. Делаем его с помощью транспоза поменьше. За жёлтый квадратик тянем. Так. Теперь подводим, куда нам надо. И сплюснем вот в таком виде. Потом это всё ещё больше можно растянуть. Подогнать туда, куда нам опять же это дело нужно. Сделать обязательно этому цилиндру динамеш, чтобы сетка была плотная. И теперь поднимаем. Значит, не поднимаем. Раз она находится под нашей ручкой, то всё нормально. Выбираем наш цилиндр. Вот он. Чтобы он был больше по высоте. И, значит, ставим его на вычитание. Переключаемся на ручку. И ручки делаем Merchdown. ОК. И Ctrl. Левая кнопка мыши. Всё. Вот такое прошло вычитание. В принципе, прикольно. Так. Ну, сковородка, в принципе, чё, и готова. Вот такая сковородка. Давайте добавим теперь текстуры. Тут ещё ручку можно корректировать. Можно делать тоньше. Можно больше гнуть её, как вам будет нужно. Так. Есть такое, да? Ну, теперь погнали. Переключимся на саму сковородку. Сделаем Ctrl D. Ctrl D. Он так уже не прокатит. Ну, тогда, чтобы что-то ей сделать, можно зайти, значит, в Deformation и найти Polish. Зависит всё от количества, видите, полигонов, когда вы выкручиваете. Когда вы будете делать с цилиндра, просто вытягивать, а потом вычитать. Тоже такой вариант возможен. Ну, как бы невозможен, но есть такой вариант, да? Ну, будет чуть поглажен. Но когда вы будете делать ZRMesh, уменьшать полигонаж, то, в принципе, всё точно так же и будет. Так. Давайте теперь добавим текстуры. Так. Import. Рабочий стол. Добавим текстуры, значит, сковородки. Так, так, так. Ну, давайте вот этой. Выберем текстуру и нажмём вот эту иконку, да? Так. Теперь уменьшаем, уменьшаем прозрачность, чтобы видеть нашу сковородку. Уменьшаем картинку. И нам нужно картинку чётко подогнать, значит, вот по этой сковороде. Так. Можно выровнять одну сторону и будем работать с одной стороной. Выбираем кисточку стандарт. Z, отключаем глаз, переключаемся на покраску, отключаем скульпт, значит, так, и погнали. Всё это дело просто зарисовываем. Так. Ширр-зет. Переключаемся на белый какой-нибудь материал, чтобы видеть текстуры. Так. Теперь Z, включаем глаз, увеличиваем текстуру, чтобы нам попасть на сам вот этот чёрный материал. И дорисовать нашу сковородку сверху. Аккуратненько, чтобы опять же не залезть на вот эту вот центральную часть. Так. Теперь Z чуть-чуть подтянем где, видите, белая полоска. Её можно оставить, прикольно будет, конечно. Ну, как бы, надо делать её правильно. И вот она, видите, покрасилась и снизу, и сверху. В принципе, и так, и так хорошо. Если вы будете добавлять текстуру снизу, давайте найдём какую-нибудь текстуру снизу, и это будет у нас полностью чёрная какая-нибудь такая, с накипью, да, вот, прикольно. В принципе, и такой вариант хороший. Сейчас я в файл сохраню это всё, и будем дальше делать. Это значит сковородка. Так, теперь, чтобы нам сделать другую картинку снизу, нам нужно опять же выбрать кисточку вот эту, и в браш перейти в автомаскинг и в багфейс маск, чтобы не рисовать с другой стороны. Так, и вот здесь, видите, уже рисунок такой, более с накипью. Раз вот. Во. Такая штукенция. Ну, и уберём вот этот вот переход, чтобы, ну, как бы нормально всё было, да. Так, и как бы... Чуть-чуть добавим ещё кверху вот. Вот эти все потёки. Если что-то вам нужно сделать, допустим, там, на боку ещё где-то, то нужно крутить вот эту штуку и... уже выбирать, где находятся какие-то детали. Вот, раз там чуть-чуть кисточку можно чуть поменьше. И вот такие вот на шлёпке делать уже более, как бы... Как сказать... Горизонтально, да. Вот. Ну чё, прикольно, в принципе. Так, вот эту вот часть тоже бы прибрать, наплыв вот этот. Можно делать побольше рисунок, и вот где-то... Вот коричневая там, ну, какие-то детали, раз, вот побольше нанесли, видите. Уже больше, как бы, прикола. Уже больше кайфа такого. Так, теперь побольше где-то ставим и... убираем... Убираем то, что нам не надо. Так, получилась вроде бы прикольная сковорода. Давайте займёмся ручкой. Так, выбираем ручку. Ручка у нас должна быть, ну, более чистая, да? Так, текстуру вот эту одну можно уменьшить и убрать куда-нибудь вбок. Так, давайте выберем вот эту картинку. На неё шлёп. Нажимаем, и вот у нас уже... Значит, получается такая штукенция. Переключаемся на ручку. Делаем ей Ctrl-D. Ctrl-D побольше полигонаж. Ну, чтобы она... Так, была прикольная, да? Так. Так, сверху пусть такая будет. Теперь подгоняем какой-нибудь край. Ну, здесь вот заляпана должна быть. Вот так, да? Так, потом ещё немножечко её как бы побольше. Так, кисточку, наверное, поменьше, а то цепляю. Типа забрызганная, да? Вот здесь вот поближе. Так, и немножко выхлопами сделаем. Вот так, поменьше кисточку. Где-то чище, где-то грязнее. Вот такая штука будет. Так, а нижнюю часть, вот нижнюю часть, у нас тоже должна быть заляпана. Это по-любасу. Так. Это значит Shift-Z. Z-Glass отключаем, уменьшаем. И возьмём опять вот эту текстурку. И потихонечку тут чего-нибудь жирненькое наляпаем, вот снизу. О, так. Насколько уж тут должна она доходить. И краешек тоже, вот так. Сверху можно чуть-чуть её уменьшить, кисточку для покраски. И так вот чуть-чуть её подгадить. Так, ну вот получилось, в принципе, что, неплохая сковорода. Теперь на эту сковородку нужно сделать яичницу, да? Делаем, значит, что нам понадобится? Нам понадобится Append, понадобится куб. Лучше использовать, конечно, куб. Потом всё это дело переключаемся на куб. И, значит, сплю с ним его. Пусть вот типа он на сковороде. Сделаем кубу Dynamesh. О, сейчас вот, а не, за лям не выскочило нормально. И добавим текстуру какой-нибудь яичницы. Находим текстуру яичницы. Подключаем, подгоняем, уменьшаем. И нужно вот это всё дело, как бы, нарисовать. Рисовать будем Ctrl зажатое. Так, вот у нас появилась вот такая заготовка. Если вам нужно какие-то пустоты сделать, это Ctrl Alt. И можно вот так вот что-нибудь тут сделать отверстие, да? Так, теперь, что теперь, Ctrl, так, это сейчас сковородку отключу пока. И вот у нас получилось, нарисовалось с двух сторон, видите. Ctrl Alt выбираем. И, значит, низ зачищаем, чтобы снизу не было вот этой, как бы, маски. Теперь, делаем Ctrl И, и попробуем всё это дело вытянуть. Ну, толстая она нам не нужна. В принципе, потом можно выглаживать её сколько угодно. Вот, получается вот такая вот вытяжка. Делаем, так, Dynamesh, Ctrl Dynamesh. Маскируем верхнюю вот эту часть. Делаем Ctrl W, чтобы у нас появилось две полигруппы, чтобы мы могли это всё дело отделить. Делаем Ctrl Shift, щелчок на ту полигруппу, которая нам нужна. И заходим теперь в геометрию, так, в геометрию, находим Modify Topology и делаем Delhidden. Удаляем ту полигруппу, которая нам не нужна. Но закрыть, закрыть, вот это будет сейчас, как бы, неправильно, нехорошо. Что и как можно закрыть. Закрываем её вот таким вот боком. Значит, так, рисовали мы её в эту сторону. Мы её перекрутим на середину с помощью транспоза. Так, и посмотрим, в какую сторону у меня делается Mirror. Всё, правильно, Mirror сделано. Делаем её, можем вот сплюснуть, там ещё тоньше, толще делать яичницу. Так, и делаем Dynamesh. Всё, переделали сетку, потому что мы её, как бы, отзеркалили, и нам надо это всё дело соединить, слепить. Так, ну, вот уже у нас присутствует яичница. Мы её возвращаем назад. Так, и опускаем вниз. Вот таким вот боком. Всё, лежит она на сковородке. Здесь нам теперь, панация, как бы её покрасить, поле F можно отключить, а можно оставить белой. Ну, так как есть текстура с FZ яичницы, то, получается, будем, значит, её делать по текстуре. Ещё сюда, что бы хотелось добавить, Open, добавим сразу сферу. Делаем сферу, а, пардонте, Ctrl Z. Переключаемся на сферу. И нужно эту сферу по рисунку подставить. Shift Z, включаем рисунок, подгоняем сюда, значит, Z. Я тут рисунок немножко теперь перекрутил, но ничего, это всё дело сейчас поправлю. Так, и получается, что вот этот глазок этот нужно поднять и подвести там, где он будет. Так. Опустить его на ту глубину, которая нам нужна. Больше, меньше. Ну, в принципе, вот так вот будет достаточно. Сделать прозрачность. Так. Сковородку можно отключить. О, ещё неровно этот блинчик лёг. Блинчик тоже подправим. И теперь нужно обрезать наш вот эту, наш глазок. Ctrl Shift. Можно Trim Rect включить и отсобачить. Так. Прозрачность отключаем. Можно Flourty отключить. И Z-Glass отключаем. Даже не отключаем, а подгоняем, чтобы красиво всё было. Вот. Дёрнул я сразу, как бы, изменил, и получается, вот, чуть-чуть не попадаю. Так, теперь на покраску у нас стоит. И желательно теперь красить без автомаскинг, чтобы у нас, как бы, снизу тоже была покраска. Так, глаз, сфера пока не будет краситься, пока мы не сделаем ей Dynomesh. Dynomesh, повторюсь, это значит, так, эта штука переделывает нашу сетку. Вот. Она была низкополигональная, сейчас она высокополигональная, и так далее. Так, ну, попробуем, да? Побольше ставим интенсивность, и красим наше яйцо. Теперь Alt, левая кнопка мыши, переключаемся на нашу саму яичницу, вот эту, вот, и красим её. Так, желательно, желательно. Видите, что сфера теперь, как бы, должна чуть быть побольше. Так, можно её не так высоко, можно ещё поменьше наю сделать. Ну, да, вот так будет симпатично, а то слишком задрано. Так, и сейчас вот нижнюю часть, вот эту, уберём, потому что здесь должна полностью белая быть эта штука. Так, ну, и можно, как бы, вот эту вот, наверное, вот эту часть уже, ну, где-то подтянуть вот так, это не вопрос, да, где-то растянуть, как будто она там растеклась. Когда сетка переделается, склеится, всё это будет, как бы, нормально. Ну, лучше сразу её сделать вот так. Так, теперь нам понадобится включить кисточку стандарт, и включить браш, и включить автомаскинг. Почему? Потому что будем рисовать с нижней стороны, и чтобы у нас, как бы, не было рисунка с той стороны. Так, и где-то, ну, чтобы красиво потом можно было ещё где-то посмотреть на неё, да, какие-нибудь вот эти прожаренные можно побольше снизу добавить. так, это слишком. Ну, вот так вот. Спасибо тем, кто хорошо рисует, иначе бы, как бы, вот для меня, вот этот цвет подбирать, там, ещё что-то, это, это как бы, не получается так гармонично всё это дело рисовать, да. Так, значит, можно вот эту штуку выдавить. Угу. как мы её выдавим? Мы зайдём в деформацию. Так, 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 подождите, я забыл. Так, а как же ты делаешься? это получается? Вот тебе нагляд, давно не делал. Так. Position. Так, ну, тут не будет. А, маскинг, вот он, маскинг, must be color, must be intensive. И давайте попробуем в деформации всё это дело in flat. Ну, чтобы у нас, как бы, были детали такие, да, выпуклые. Можно попробовать, значит, так ещё вот вытягивать, там, вниз, пока она под маской, да. Но сильно не увлекайтесь, потому что, как бы, можно нарушить сетку, и потом, когда вы будете делать ZRMesh, или Dynamesh, будут у вас дырки, отверстия вот такие вот. Полигоны будут пропадать, потому что они друг другу близко очень будут. Ну, так пойдёт. Ну, как бы, чем не яичница, да. Ну, вот и получилось яичница. так, так, получается, вот это нужно объединить. Ну, в принципе, если вот убрать вот так, вот видите, что получается. Как бы тоже, ну, видите, нету бугристости вот этой. А так вот уже яйцо лежит. Так, теперь, выбираем вот этот белок, и объединяем его Merge Down с желтком, чтобы нам, значит, это всё дело аккуратненько. А, Ctrl Z, ещё снимаем маску, и вот теперь можно это всё дело уменьшать, увеличивать, ну, чтобы это у нас не вылазило за сковородку. Вот даже, видите, с прозрачностью можно поправлять. Так, ну, вот что бы, как бы, хотелось сделать. Кстати, вот таким методом мне больше нравится делать, чем моделировать, допустим, и потом делать развертку и вот эту текстуру, как бы, подгонять, значит, к мешу. Вот. Не знаю, как бы, ну, так вот вы видите, что у вас получается, и видите, какой вариант. А это нужно, ну, короче, долгая песня. Ладно. Не туда пошёл, да? Ну, не в меня пошёл. Так, теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно сохранить обязательно этот файл. Сейв. Сохраняем. Перезаписываем. Теперь объединяем ручку мерч-даун. Окей. Делаем дайна-меш в сковородке. Так, мало полигонов. Я хочу, чтобы текстуры были хорошие, и тогда нужно где-то по 700 тысяч полигонов. Так, один миллион многовато. маловато. Маловато. Ctrl-Z. Ну, ладно, пусть полтора ляма будет. Делаем ему дубликат, делаем геометри, делаем ZRMESH, так, X. Ну, давайте симметричную сделаем разверточку, сетку. Полигонов можно поменьше. А ну-ка. Это у нас вообще должна быть низкополигональная штука. Где-то 500 вот. Так, 3000. А ну-ка, давайте посмотрим. я думаю, многовато для сковороды. Видите, вот, как бы, для ручки нормально, потому что она, как бы, больше скульптенная, да? А вот для сковородки 3000, это, как бы, ну, многовато. А ну-ка, попробуем ещё уменьшить, что получится. 1800, 600, о, видите, какая штукенция получается. и тогда в принципе, вот, видите, вот эти вот сетка, стык, не Alice есть good. Ну, посмотрим, что получится. Давайте теперь сделаем Ctrl-D, 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 вот уже, видите, вроде мягенько. И наложим на неё текстуру. Делаем Project, Project All Done. Ну, вот, здесь нужно ещё, как бы, подтянуть, подкорректировать. Вот, бывают вот эти стыки, они, как бы, растягивают вот эту штуку. Так, попробуем другим способом. Вернём Ctrl-D всё назад. И смотрите, что сделаем. Отключим текстуры, зайдём в Geometry, найдём кризы. Так. И добавим так, а чё, это не есть Good, А ну-ка, Edge Group, панель Loop, во. И вот, теперь попробуем сделать геометрии ZRMesh. Так, смотрим, что получилось. Ну вот, видите, уже как бы посимпатичней. Уже, да, уже как бы 739 тысяч полигонов. Делаем Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Уже, как бы, да, мне нравится. И делаем Projectile. Да. Есть такое дело. Всё, нижний SubTool просто отключаем. Пусть он как бы базовый будет. И давайте сразу то же самое сделаем так. Сделаем с яичницей. Значит, Edge и что у нас тут получается. Ctrl-W делаем одну полигруппу, чтобы потом ничего не отлетало при анимации. Group Loops в принципе пойдёт. There Mesh и погнали тоже. Тут нам много полигонов не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. это нам вообще не подходит а ну-ка и g панель так а ну-ка так 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 а ну-ка за ремешер ну чуть больше поставим а ну-ка уж так со сковородкой более вышло это че не получится нам до 300 хотя бы опустить ну как бы сфера видите тридцать одна тысяча получается и как все ай-яй-яй нехорошо выглядит это шиздец так а в чем беда то так 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 ну давайте кризы поставим сейм так него 31000 из-за сферы получается что сфера видите она вот так все это дело будет низко полигонально выглядеть и рвет ее вот видите где вот это отверстие разрываете так а что с можно придумать как бы на это да он трал же так делаем дубликат так а ну-ка так 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 не есть год тут эта штука ладно попробуем таким образом да делаем дай нам с теперь делаем дубликат на верхней делом геометри делаем взрывы наш можно фриз группы было сделать мы сейчас попробуем вот видите без сферы когда связки нету уже как бы получше да ну давайте сделаем control д control д control д control д делаем так а нижний тогда вот этот включим и переключимся на нижнее яйцо вот это и и посмотрим а ну-ка поле f давайте попробуем разбить на поле группы опять и отделите вот это желток значит заходим поле группы другой нормал с автогрупп ну вот автогруппа соединяем наш желток заходим заходим в геометри ну так модифитополады дал хитом удаляем то что скрыли и подгоняем значит теперь наш желток опять вот сюда делаем геометрии что мы делаем так смотрим что у нас вообще желтком получается давайте полностью зарисуем тогда пусть как бы на все случаи пригодится да и теперь делаем геометрии делаем зарым а пардонте делаем дубликат на верхний дубликат делаем геометрии делаем зарым с главное что вот главное чтобы он квадратным не был вот видите теперь он лучше но когда он связывается с еще какой нибудь сеткой то в основном делается вообще гадко вот 185 полигона вообще бомба так теперь делаем на верхний полигон мэш ctrl d ctrl d ctrl d ctrl d побольше и делаем projectile да так погнали сначала сковородка у нас делаем на сковородку развертку ctrl d ctrl d ctrl d ctrl d и значит сохраняем экспорт png формат ну пускай как называется так и называется да так теперь геометрии чтобы сделать нормал уменьшаем до первого дивайда и заходим находим нормал мап точно так же делаем клон делаем текстуру flip делаем экспорт png формат чтобы легкое было сохраняем следом выбираем тот полигонаж который нам нужен если вот этот полигонаж нам как бы подходит то мы делаем delhidden оставляем его на этом полигонаже и экспортируем на рабочий стол допустим сковорода это будет окс формат можно экспортировать значит ctl форматом и тут есть еще fbx формат так где то тут вот не этот текст пардонти так 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 3d print вот он ctl и значит что у нас еще есть fbx экспорт вот этот вот импорт экспорт так теперь делаем ctrl z вдруг нам понадобится потом что то поболее оставлю так следом отключаем сковороду выбираем значит вот этот вариант текстуры можно отключить тут можно вверх еще закрасить чтобы не было это яичницы глазка просто сделать чтобы вот такая штука вся была так ну давайте так же и сделаем да так как то пусть будет можно изменять до развертки текстура значит за плагины делаем вверх мастер word on clone on wrap the plugin copy the plugin past экспорт клон текстура flip вм переворачиваем экспорт опять же формат png и как называется так и пусть называется так есть такое дело я я normal map не буду делать потому что как бы больших деталей тут нет вот так уменьшаем del hidden делаем экспорт ну и сохраняем как называется так следом у нас остается только глазок зе плагины word on clone on wrap зе плагины копии глазок past текстура map new from polypaint экспорт а пардонте отмена так это клон текстура флип в так и теперь значит заходим выбираем количество полигонажа del hidden экспорт сохраняем control z возврат делаем то чтобы у нас потом все это дело пригодилось еще и этот файл будет для скачивания значит в вк группе так это файл save as да так в сборе это будет смотреться так вот таким вот образом так если вы работаете допустим и у вас вот экран вот эта штука верхняя черная вы можете поменять значит тут настройки полностью полностью формата потом можете зайти в документы и так изменить вот так цвет цветность поставить чтобы все было видно ну такая штука так картинка так это вот если здесь меняйте то это нужно сохранение делать вот этот фон вариант да сохранение тоже делается так меню вот здесь вот меню по моему на небо а quick save вот он нажимаете я уже забыл как сохранение делать ну здесь вот короче кнопку quick save нажмете и все сохранится если нет то все вернется как бы при следующей загрузке в базовую то что у вас было вот видите окно снизу тут уже с этими с кисточками вот по разному выставлено теперь edit mode сбоку можете так вот работать ну кому как удобно мне вот такой формат неудобен я просто привык к базовому так ну что зайдем теперь в блендер итак блендер соберем всю сцену а ну-ка файл импорт общ формат рабочий стол потом на сейчас я это все в папку закину итак тройка на нампаде единица нампаде привяжем все к 3d курсору так как я делал наизнанку все ну тогда здесь можно подкорректировать и поднять и допустим 3d курсору тройка на нампаде смотрим что получилось с текстурами ну для какой-то сценки значит где кто-то готовит там яичницу или еще что-то но неплохой вариант так теперь по сетке давайте шейдер смут шейдер смут шейдер смут сгладить все это дело и вот теперь можно сделать масло кипение масло это частицами и будет значит офигенная штука тут еще можно теперь в эту сковородку сделать рыбу жареную таким же образом потом рядом какие-то ножи доски положить плиту какую-то или костер на дикий запад допустим да сидят бандиты и они как бы ну что-то жарят там еще что-то тоже как бы было прикольно можно сделать значит блин с яйцом двойной как бы ну чтобы как будто стекся он да это уже не проблема есть текстура рисуйте это маской как хотите любую форму яйцу придать можно так ну и вот такая штукенция получилась все всем пока до свидания если кому-то интересно как сделать такой уж в блендер ну тогда сделаю еще один ролик по яичнице или по сковородке по одной все всем пока до свидания до свидания